Привет-привет, с вами Астром, вы на канале Анисанрайз, и мы продолжаем играть в Тейлсов Зейстирия. На нашем пути снова стал Завейд, в который раз уже, вроде бы как третий, и нам снова придется с ним сражаться. В предыдущей серии у меня так и не получилось его победить, а в этой я уже немного подготовился. Итак, бой я начну с более полным количеством ОСВ, и я сбегал в магазин и закупил немного этих самых яблочных желешек. Ну что ж, начнем, пожалуй. Сейчас все должно быть нормально. Если бой начать подготовленным, то получается примерно вот такая вот картина. Вы посмотрите на проходящий урон, там, да, просто пол-ХП снесено просто сразу, с начала боя. Вот что значит полное ОСВ перед началом боя. Вот только понимать бы еще, когда бой начнется, чтобы к этому делу подготовиться можно было. Там еще 15 желешек у нас есть, то есть в любом случае, отвалиться быстро у нас не получится, как бы Завейд не старался. Начало самое боя, а уже всего 4000 ХП остается у него. Да, в общем, что-то мне кажется, что сейчас будет изи-победа. А все просто благодаря тому, что в начале боя было фулл ОСВ у нас. И из-за этого все получается как-то вот так вот. Но все, это по сути конец уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как бы, как бы грустно мне сейчас не стало, а то договорюсь опять, конец-конец, и получу по лицу. Тогда мне точно будет обидно. Так, да, ну все, уже... Последний удар, последний, нет, еще один. Чёрт, у тебя намного лучше получается, чем раньше Если не можешь помешать этому глупцу убивать Хэллионов, то попробуй воспользоваться этим Его сила разрывает тузы, которыми зло привязывает человека Понял? Это мой последний выстрел, будешь должен Зачем тебе это? А, а я почём знаю? Иди уже, за Вейду нужно вздремнуть За минуту 26 был закончен этот бой Получен Зиг... Кто там получен? Зигвред Странное орудие, которое носит за Вейд Кажется, оно может выпускать заряды энергии Так, хорошо, это нам пригодится обязательно И новая сценка доступна Дар Завейда Странная всё-таки вещь Это тебе Завейд дал? Он сказал, что эта штука излучает силу Ага Дескать, с её помощью он получает силы, чтобы востоять злу Значит, если направить эту вещь на себя, то станешь сильнее А если на врага, разорвёшь его связь со злом Получается, это что-то вроде лука, который стреляет только чистой энергией Думаешь, эти снаряды обладают энергией? Предположительно А это значит посредний Похоже на то, если только мы не разберёмся, как их делать Может, разберёмся и попытаемся понять Ни за что Знаю-знаю Мы, скорее всего, не сможем собрать его обратно Нужно его беречь Похоже, это ценная вещь Стрела силы И ещё одна На сценке Кто там грохочет в руинах Здесь есть немало находок Исследование руин это здорово, но лучше быть поосторожнее при выборе пути Да? Если не будешь смотреть, куда идёшь, можешь наткнуться на кого-нибудь за поворотом В такие моменты надо маневрировать, например, быстро шагнуть назад Строго говоря, Роза, а в такой ситуации лучше уходить в сторону Да-да, а если добавить других боевых действий, можно легко повысить не лучшая перспектива для того, на кого я наткнусь А в общем, всё, ребят Отправляемся в Пендраго Нам нужно пробраться в замок Нужно дождаться наступления ночи, чтобы пробраться в замок Может, отдохнём пока в трактире? Ну, я не против А почему бы пока действительно не отдохнуть в трактире? Заодно у нас там Серафим и некоторые ранены, как раз пополним здоровье И суп Драго То, что нужно Очень полезная штука И нету никаких сценок, что очень и очень странно Только вот игру бы сохранить По идее, должна была наступить ночь Да, действительно, ночь наступила и можно что-то уже Думать, как дальше нам пробраться в замок О, да это же босс, собственные персоны Добро пожаловать Лунар? Ну, ты похож на Хэллиуна Ой, мамочки, взгляните на это лицо Вы меня пугаете, босс Нам некогда с тобой возиться? Ну же, я разберусь с тобой здесь и сейчас Какой неудержимый гнев У меня от этого аппетит разыгрался А вот и он Ребята, вы помните, кто это? Когда в самом начале игры Там первая, вторая серия, третья, четвертая Ну, в общем, где-то в районе до пятой серии Когда мы были с Алишей В деревне Элизия Дома у Сарея Пришел вот этот вот самый Лис Лунар И сожрал одного из Серафимов Он охотился тогда за Алишей Но гильдия Потом, когда мы прибыли в какой-то город Гильдия Убийц на него напала И утащила с собой И вот он снова вернулся Но, судя по ХП Он какой-то Какой-то он не опасный, если честно Так, мне было СВ на слияние И все было бы куда проще Ну, действительно Какой-то уж слишком ватный И сделать ничего не... О, господи, как я скучал по этому его Голосу в бою Да, он вообще ничего сделать не может Непонятно, зачем он приперся вообще сюда Сейчас мы его попробуем очистить Ай, не получилось, в общем, с одного удара Это сделать Но какой-то странный противник, если честно Даже очень странный Проклятие Даже этого недостаточно Все кончено, Лунар Вперед Поняла Что за странные чувства? Осторожно, там еще кто-то есть Почему ты не действовал по плану? Этот голос... Заткнись, не мешай мне! Глупый, безрассудный лист Ты должен был завречь их сюда, если помнишь Если твои безрассудные действия разгневают его Что мы будем делать? Постой! Это в план не входило? Что за... Три Лунара? А, ну это маленькие Лунары какие-то Это явно копии, потому что у них всего лишь 3000 хп И на настоящих они, ну, никак не похожи Учитывая то, что они очень быстро отваливаются И, я так понимаю, их основная задача Это нас задержать Ладно, попробуем с ними быстро разобраться Да ладно, да не буду я на вас желешку тратить Чего-то хп просело Но нет, 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 мне просто жалко Тратить на копии лист Целую желешку По-моему, они даже посильнее Самого Лунара настоящего Потому что их просто много... Что? Вы шутите? Роза, твою мать... Как ты умудрилась отвалиться Роза меня действительно сейчас Очень сильно расстроила Потому что она отвалилась На фальшивых Лунарах Это... Блин! Роза, вставай! Какой сильный соперник Да ладно Лучше отправляйся за ним, девочка А то он убежит Ты же не дашь ему идти После такого подлого предательства Значит, так называемое Предложение работы Это была ловушка Проклятие Хватит морочить голову Покажись Ты куда-то спешишь? Успокойся Это всего лишь первый акт Нашей пьесы Я успокоюсь Когда ты станешь трупом Дезель Ты знаешь, чей это голос? Как я мог забыть? Это ее я преследую много лет Что? Ты заметила, Лайла? Заметила В этой ауре нет зла Эта аура не от Хелиона Что это значит? Нам нужно догнать Лунара Побежал он куда-то сюда И, судя по всему Часть дорог Преграждена И у нас только один путь Не будем никуда сворачивать Хотя вот здесь Здесь бы тоже Не помешало поискать Ну да, ну да, ну да Не зря я сюда пошел Непонятно, непонятно Непонятно Как он вообще выбрался Но он, короче, стал Хелионом Сошел с ума Он когда-то явно был в гильдии убийц И вот что в итоге вышло Потом у него крыша поехала немного И они его Забрали с собой Но что-то пошло Видимо не так Хватит, слышишь? Ну же, отпусти меня Его волей нельзя пренебрегать Я ясно выражаюсь Лунар Что происходит? Неплохой результат Для первого акта Какой великий гнев Ты продемонстрировала, девочка Если он перестанет Перерастет в ненависть О, как же он будет доволен Кто она? Я ждал так долго Да, момент самый подходящий Для нас обоих Постой, Дезель Она не Хелион Да мне плевать Ты превратила моих друзей в Хелионов И втоптала честное имя Ветрогонов Грязь О чем это ты, Дезель? Ты хочешь сказать, что девушка до сих пор не знает? Великолепно Просто великолепно Декорации подготовлены идеально Дезель, нет! Отпусти меня Ради этого момента Я и жил Прекратите Все это неправильно Сара и Дезель Что происходит? Милая, милая девочка Позволь мне тебя просветить В отчаянной попытке сохранить и продолжить дело Ветрогонов Которые были последним связующим звеном с его покойным другом Этот Терафим злоупотреблял твоим замечательным резонансом Чтобы периодически управлять твоим телом, пока ты пребываешь во тьме И создавал Ветрогонов, уже как гильдию убийц Затем, в своем стремлении убить какого-то Хэллиона Он обратил свой взор на силу слияния Используя себя снова и снова как вместилище Чтобы осуществить свою месть Он считал это нормальным И все это для того, чтобы отомстить за своего друга Сомневаюсь Все верно И ради тебя я сделал бы все это еще раз, не задумываясь И ради мести тебе я сделал бы все это еще раз, не задумываясь Мне надоело, эта жуткая маленькая девочка Ага, вся эта ситуация какая-то неправильная Давайте выбираться отсюда Не думаю Она стала Хэллионом Почему? Если одних слов недостаточно, чтобы ты вспомнил Что ж, я уже говорила Я приспособлюсь Наконец ты показала свое истинное лицо Проклятье Так, 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 так Ребят, что ж, выбора у нас Я так понимаю, особого нету Придется сражаться Так, это у нас чего? Нельзя посмотреть информацию Об этом Хэллионе Это у нас глядящий И он там уже половину Нашей пати перебил Но у него очень странная стратегия Он Бьет только в одном направлении И Почему-то он не поворачивается Ладно, будем тогда стоять сзади И его Пинать Почему бы и нет Нет, нет, нет Ну, как понкил же? Р Нас снова УСВ слилось в никуда По-моему, она пытается еще больше разозлить Дезеля Вспомни, разве по моей вине ты потерял друга? Почему ты так привязан к Эдрагонам? Какова твоя истинная цель? Я устал от этой болтовни Надо же Но ты и правда запутался Как занятно И похоже у нее это получается Дезель там уже в бешенстве Лайла, приготовься очистить ее Не в этот раз, я ее убью Дезель Что? Ты не должен Другого пути нет О нет, он разорвал союз Дезель Ай-яй-яй, я не позволю тебе это сделать Что? Ну почему? Сарей, сейчас не время Ладно Да вот, сучки, а их еще и много Так, Лайла Давай-ка мы с тобой попробуем все это провернуть Так, ну ладно Они Они не заканчиваются Они абсолютно не хотят заканчиваться Они прибывают и прибывают Дезель Короче, разорвал союз И Лайла теперь не может ничего сделать Совершенно Да вот к чему приводит Жажда мести Скажи мне, что ты хочешь? Есть кое-что О чем ты должен знать, пастырь Позволь, я покажу тебе В какой беде виноват Твой друг Серафим Так, отлично Он всего лишь даровал свою благодать Вот и все Но не всякая благодать от Серафимов Приносит людям удачу Наконец, наконец-то я могу убить тебя Умри Мне очень нравится путешествовать с ними Нам так повезло Да, я очень благодарен И конечно, я хочу взять ветрогонов под опеку Роландса Вы самая лучшая в этих краях Ну, работает на вас Принц Конан Это просто мечта Жаль, что наше путешествие закончилось Ну хорошо то А что хорошо заканчивается Нет Я не хочу, чтобы это закончилось Надо быть начеку Давай Принц Конан Капитан пропал Отойди от нее немедленно А ты кто такой, чтобы отдавать мне приказы Он Он уже стал Хеллионом Что? С кем ты разговариваешь? Вы все так пахнете Так вкусно Это сводит меня с ума Это Лунар, что ли? Как он мог полностью превратиться в Хеллиона за такое короткое время? Ваше высочество Что за глупости говорят о том, что мы якобы убили первого принца империи? Стража Взять мерзкого предателя Ловушка, значит Что же ты будешь делать дальше? Как такое возможно? Похоже, что Брэд, лидер Ветрагонов, убил принца Он уже задержан городской стражей Пендрага Прочие Ветрагоны тоже арестованы Понимаешь? Все потому, что принц Конан стал Хеллионом И подстегиваемый алчностью Хеллиона Постарался устроить Думаю, ты уже догадался, почему он превратился в Хеллиона, верно? Из-за него Возможно, я даже прощу тебя, если ты согласишься быть моей Что? Ну хватит Ты будешь наложницей наследника трона Это величайшая честь Ах ты Ах ты Маняй Узыри Вот плоды твоей благодати Знаешь, как люди называют тех, кто обладает такой силой? Ангелы смерти Во всем виноват Был я Во всем Виноват я Похоже, кто-то наконец помнил свое прошлое Роза, Дезель Пошевеливайся А теперь начинается самое интересное, пастырь Будь особенно внимательным Роза Дезель Дезель, не двигайся Ясно? Ах ты Ты не должен Роза, ужасная рана Даже если ты очистишь зло У нее не хватит сил Выносит и такое бремя И что же мне делать-то? Сейчас нельзя атаковать Ведь Роза Если мы Промедлим Роза танет Хелионом Если только она не умрет От ран еще раньше Иногда пастырю приходится делать Трудный выбор Верно Решай быстрее, пастырь У нашей шутницы А в запасе не так много времени Замолкни И что делать? Постой, Сарей Вернись на минуту У меня есть план Хорошо, Дезель Посмотрим Что ты там придумал? Ох, пастырь Заканчивай уже Свои отчаянные метания Туда-сюда Ты мне всю основную сцену испортишь А я ее так долго готовила Сарей, послушай Дезель Дезель, постарайся не двигаться Выслушай меня Нам нужно Разорвать связь Между Розой и Хелионом Даже пастырь Не сможет совершить такое чудо Это невозможно Сарей Дай мне ту вещь Которую ты получил От Завейда Она стреляет С самой силой Верно Тогда я буду Этой силой Я буду твоей атакой Что ты хочешь сказать? Как только Хелион Его проглотит Он станет атакой Обладающей собственной волей Как только Хелион Его поглотит Он найдет связь Рвет ее Не навредит Не навредив ее телу Но это же самоубийство Если я смогу Собрать последние запасы Своей силы И соединить ее с энергией Последней пули Я смогу Оставаться С собой Достаточно долго Чтобы разорвать Связь Хелиона С Розой Сарей И у Розы И у меня Времени осталось мало Ты же это понимаешь Да? Дезель Нет Я рассчитываю на тебя Смотри, не подведи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Роза Мне очень жаль Это я Это я принес страдания тебе Ветрогоном Всем Я виноват во всем Так вот что Тебя волнует Может внешне это и было похоже на страдания Но лично я считаю Что это были самые счастливые годы моей жизни Пять лет назад Когда все пошло наперекосяк Мы могли бы Разойтись по свету В разные стороны Но вместо этого Мы стали путешествовать вместе Ломаные кости Воробьиное перо Я была так счастлива В сущности Я благодарна тебе Правда Давай Выговорись наконец Я бесполезен В итоге я оказался ни на что не годен Но одну вещь я сделал правильно Всего одну И благодаря ей Все остальное Тоже обрело смысл Я вечно буду благодарен тебе Роза Спасибо тебе Да Скажи Сарею и остальным Что все было не так уж плохо Странствия по руинам С этими чокнутыми Я скажу А если они начнут Брюжать по этому поводу Скажи им Эй Я думала Что вы должны нести В мир добро Если будете ныть И Причинять И причитать Р А потом хорошенько Нападаем Да Удачи тебе Делай что делаешь Роза О Слава небесам Как ты себя чувствуешь Что скажешь Пастырь Так любиться в кого-то До безумия Как это случилось С ним Тебе не кажется Что Серафимы Чья благодать Приносит только несчастье Не должны жить На этом свете Разве Само его существование Не было злом Разве он не заслуживал Уничтожения Ложь Я смотрю У тебя голос Прорезался Девочка Весьма смело Отверждение От той Что когда-то Пыталась убить Пастыря По тем же причинам Да кто ты вообще такая Меня зовут Симона Подобно ему Я жалкий Никудышный Серафим Обремененный Бесчисленными грехами А теперь Спектакль окончен Постой Я думаю Тебе нужно время Чтобы погоревать Я сказал Всем прийти сюда Завтра утром Иногда лучше Хоть немного Побыть одному Спасибо Миклео Царей Не стоит Об этом Очень сильно Переживать Мне нужно Прогуляться Одному Ну что ж Ребят Такая вот Жесть Это не серия В общем На этом Мы ее Закончим Продолжим Размышления На эту тему Уже Следующей серии На этом Все Всем спасибо За просмотр Пока Прощай Продолжение следует